Атака Титана Ну а после добили всё это дело приквелом, рассказывающим истории второстепенных персонажей. В отличие от сериала, фильм не вызвал бурных эмоций у зрителей, разве что у большинства внизу спины немного подгорело. Все в один голос стали твердить, что аниме лучше, и проект заглох после двух фильмов, хотя планировалось выпустить как минимум ещё два продолжения. Что ж, сегодня мы рассмотрим картину как отдельно взятая произведением, без оглядки на мангу и аниме. Это обзор на фильм... Атака Титанов Фильм стартует с небольшой экспозиции. Более ста лет назад, непонятно откуда, толпами полезли Титаны. Они быстро сожрали значительную часть людей и разрушили цивилизацию. Выжившие для защиты построили три огромных кольцевых стены, и за ними наладили мирную жизнь. И хотя стены стоят уже сто лет, мы не знаем, не падут ли они сегодня. Собственно, далее действо переносит в небольшой провинциальный городок, находящийся за третьей стеной, и там нас знакомят с бытом и жизнью местных. Не удивляйтесь, но на дворе 22 век. Благодаря атаке Титанов экономика мира была разрушена, и люди откатились далеко назад в развитии. Хотя, пусть времена изменились, но нравы все равно остаются те же. Среди всего этого феодального великолепия живут главгерои Армин, Микаса и Эрн. И это типичные подростки со своими причудами и проблемами. Армин изобретатель, и так как гаджеты и ништяки современной жизни уже не достать, он собирает самодельный мафон. Микаса же, как и любая девушка ее возраста, витает в облаках и не знает, чего хочет. Хотя позже станет ясно то, что она хочет Эррона. Ну а Эррон как бы тоже в нее влюблен, но этого не показывает, потому что гордая птица. Ну и идиот, судя по его действиям. Да не бойтесь, не взорвется она. Это не взорвавшаяся бомба, если что. За стеной, как это часто бывает, люди разделились на классы. Ближе к центру, огородив себя еще одной стеной, живут мажоры. Главные же герои обитают за внешней стеной в бедных районах гетто. И Эррона это тяготит. Мы родились за стеной и умрем за ней. Вы этого хотите? Я вот не хочу. С момента возведения стены прошло 100 лет, и новое поколение, кроме полей и лугов, своего района не видел ровным счетом ничего. Даже банальный океан. Интересно, эта птица видела океан? Думаю, пташка видала виды куда круче океана, а именно появление трансформеров World of Warships. Автоботы и десептиконы уже сражаются в океане. Исход противостояния зависит только от тебя. Выбирай, на чьей стороне будешь сражаться. Присоединяйся к автоботам, регистрируйся по первой ссылке в описании и получи командира Бамблби с шестью очками опыта, 20 камуфляжей автоботов, крейсер Чарлстон и 1 миллион серебра. Либо примкни к десептиконам. Регистрируйся по второй ссылке в описании и получи командира Рамбла с шестью очками опыта, 20 камуфляжей десептиконов, крейсер Аврора и 1 миллион серебра. Регистрируйся сейчас и сражайся на кораблях под управлением Оптимуса Прайма, заводного Бамблби или же Грозного Мегатрона. Пришло время выбрать сторону. Регистрируйся прямо сейчас, срок ивента ограничен. Герои так же, как и птичка, хотят заценить бои на воде, и Эрон предлагает пробраться к стене, чтобы на неё забраться. Ближе не подойди. За мной. Кстати, стену охраняют самые опытные солдаты, их профессионализм виден невооружённым глазом. Как герои смогли мимо них пройти, ума не приложу. Добравшись до стены, Эрон проявляет себя как джентльмен, а после подбивает своих друганов залезть по стене. Но его товарищи начинают очковать. Если полезешь на стену, тебя поймают и казнят. А ещё говорят, что там полно ужасных титанов. Ты что, веришь в этих титанов? Никто не видел их уже сто лет. Ни одного. Учитывая, что наверх никто никогда не залезал, то это неудивительно. Покорить 50-метровую стену главгерой мешают солдаты. Бойцы быстрого реагирования окружают нарушителей. И начинается яленький мордобой. Пусти я! Безезы! Иди арбезы! Кто забудет? В чём тут дело? Что это за драка? Кто будет за ущерб платёжу? Извините! Не слушайте её! Разборки драчунов останавливает местный командор. Он знаком с Эроном и предлагает ему вступить в разведотряд, который впервые за сто лет выберется за стену, чтобы узнать что там. Хотя, ответ на этот вопрос появится уже совсем скоро. Ты в этом семьях слишком сильный. Когда на тебя валится куча обломков и есть шанс быть раздавленным, смотреть на происходящее, видимо, становится в два раза интереснее. А кто это? А что это? Блядь, я не перестаю охуевать с местной охраной. Огромный вейповый титан, голой пяткой выламывая дырку в стене. И испаряется. Но из прохода появляются титаны поменьше. Сука, какие же они мерзкие. Для борьбы с монстрами командор припас супероружие. И думаю, настало время на это оружие взглянуть. Это было слишком эпично. Получайте! Значит, легенды не врут. Они и правда бессмертные. Как я говорил ранее, солдаты тут валенки те еще. И титаны с легкостью прорывают оборону. По дороге самыми изощренными методами поедая воя. Бежим отсюда! Серьезно? А я бы еще постоял, посмотрел. Герой решает вернуться в деревушку, где происходит лютый же скач для людей. И царский пир для титанов. Арвин отделяется от группы и бежит искать родителей. Ну а парочка прибегает к церкви, чтобы спрятаться внутри. Так как монстры окружили городок. Вроде вылезли из одной дырки, а уже успели заполонить все вокруг. Естественно, кто-то в толпе просирает ребенка. И Микаса решает его спасти. Ну а Эрона волна людей утаскивает в церковь. И дверь закрывается, не давая главгерою вернуться и помочь подруге. Увидев такую хрень над собой, Микаса забывает как бегать, и ее за кадром сжирает. Ну а после монстр добирается до людей, находящихся в церкви, устроив пирушку и танк. Проходит два года, Армин и Эрон выжили и вступили в разведотряд, который подготовили специально для борьбы с титанами. Время превосходства титанов осталось позади, ведь у нас есть устройство пространственного маневрирования. Эту мадаму зовут Ханжи. Она изобрела устройство, с помощью которого можно перемещаться по воздуху и мочить титан. Если отрубить им руки, голову или ноги, они регенерируют. Но есть вот эта точка. Если разрубить шею в этой точке, титан не регенерирует, он погибнет. Собственно, это устройство и помогает добраться до шеи. Человек-паук в этой заварушке был бы на расхват. После нашествия титанов остатки людей перебрались за вторую стену, оставив плодородные земли, вследствие чего началась нехватка еды и голодания. И цель отряда заделать брешь в стене, чтобы не пришли новые титаны и уничтожить оставшихся. Мы взорвем стену над дырой, чтобы обломками закрыть ее. Стена в этом месте опустится, но она все равно в два раза выше обычных титанов. А еще мы выроем огромный ров и титаны будут туда падать. Далее фильм знакомит нас с новыми персонажами. Их очень много, и я представлю только тех, кто сыграет хоть какую-то роль в сюжете. Гопник Джан, молодожены Лилы Фукуши, толстяк Санаги и обжор по имени Саша. Есть вероятность, что она ведьма, потому что жрать и не толстеть – это самая настоящая магия. Добавки. Также в этой сцене нам отвечают на очень важный вопрос фильма. Как можно столько жрать? Эмм, нет, на другой. У титанов есть соски? Титаны не могут размножаться, так что сосков у них нет. Ладно, с этим вопросом разобрались, можно двигаться дальше. Господа собираются и грузятся в БТРки, чтобы отправиться на миссию. Ночью титаны не прочь подрыхнуть, плюс они плохо видят в темноте. Поэтому было принято решение поехать именно сейчас. Не болтать зря! У титанов отличный слух на людей. Они сбегутся отовсюду! Язык прикусить не орать! Получив все инструкции, герой выдвигается. И, к слову, это уже девятая попытка взорвать стену. Предыдущие группы вояк стали для титанов шведским столом. Так что вот эти вот сопляки — единственная надежда человечества. Я так боюсь! Я с тобой! Первоначальная цель миссии — добраться до базового математча, чтобы забрать там взрывчатку. Ну а далее путь прямиком к дыре в стене. Проехав несколько десятков километров по руинам бывших городов, командир отряда замечает что-то неладное и тормозит колонну, чтобы осмотреться. Таким макаром она всех титанов перебудет. Ну да ладно. Проверив местность, герой начинает грузиться обратно. Но вдруг, нежданно-негаданно, подруга обжоры по имени Ханна слышит детский плач и решает прогуляться и поискать ребенка. Командору, естественно, похер, что один из бойцов отделился от группы. Эррон увязывается за девахой, и немного погуляв, они находят этого младенца. Естественно, этот пиздюк переросток будет остальных. И начинается лютый замес. Ну, это без комментариев. Ходя замеса, самые умные прыгают в БТРке и дают по газам. Ну, а остальным приходится добираться до маты-мачи бегом. Благо база близк, да и титаны придают ускорение. На сцене появляется Микаса. В тот день ей удалось спастись. Позже она попала под крыло легендарного капитана Шокишима. Он обучил ее мочить титанов. Ну и не только, если вы понимаете, о чем я. Что ж, герои располагаются в заброшенных зданиях. Кто-то накуривает раненых, кто-то раненых лечит. Ханжи тем временем грузит взрывчатку. Ну, а Армин рассказывает об Жоре охерительные истории. В общем, все заняты делом, и никто не прохлаждается. Говорят, когда-то машин было очень много. Люди тогда летали в небесах. А теперь даже мечтать нельзя. Генерал! Ну, мечтай в одну руку, сри в другую. Потом проверь, какая быстрее заполнится. Есть! Эрон тоже не сидит без дела, и у него с гопником завязывается потасовка. Получай! Джана чуть не сожрал титан, и гопар решил предъявить за это Эрону. Вот только не вывез. Скажи, за что ты его так не взлюбил? Рожу его. Будто он один в ответе за жизнь всего мира. Набив рожу гопнику и поболтав с капитаном, Эрон топает в новую локацию, и там находит Микассу. Выясняется, что тогда девчонкой все-таки закусили. Но она, похоже, очень сильно испугалась, и Титан ее выплюнул. Этот мир жесток. Я вам помешал? Шикишима всем своим видом показывает то, что Микасса его тянка. И влюбленный, собрав все сопли в кулак, выходит на улицу, чтобы поорать. И как бы похер то, что Титаны реагируют на звук. Его глотку затыкает Ханна и ведет успокаивать нытика. В ходе разговора Эрон врет ей о том, что он мамолог. И это срабатывает. Бесшумный Титан сжирает Ханну. И я, конечно, могу ошибаться, но этот дебил реально призвал Титанов. Монстры заполоняют город, и начинается лютый замер. В ходе боя кто-то мочит Титанов паря в воздухе, кто-то пытается помогать внизу, но кто-то, сука, ноет. Жениха Алила разорвала напополам, и на почве утраты у нее снесло башню. Скажите, что его можно спасти! Ну, нижняя половина твоего другана уже точно не поправится. Титаны не единственная проблема героев. Непонятно откуда появляется диверсант, и угоняет машину со взрывчаткой. Кто он, что он и зачем, непонятно, он просто появляется. Далеко уехать диверсанту не дает невеста. Она у угонщика пытается угнать тачку, чтобы взорвать монстров. И в ходе непродолжительной борьбы ей это удается. Я убью всех Титанов! Одна дура отделяется от группы и приводит Титанов, другой выбегает поорать и вызывает Титанов, третья так вообще с ума сходит. Их, блять, по объявлению, что ли, набирали. После взрыва Титаны, естественно, регенерирует, и кормежка продолжается. Эр, насмотревшись на все это дело, ловит флэшбэк с капитаном. Поверив в себя, главгерой решает размотать монстров и бросается в атаку. И знаете, завалить одного Титана ему даже удается. Вот только момент крутизны был недолгим, и летчик залетает прямиком в пасть. Пока Эррен отдыхает на крыше, у его друга на Армина тоже дела не очень. Его цапает огромный завсегдатый Макдака. И это будет самая долгая попытка сожрать главгероя. Пока Армина пытается съесть, сменяются времена и поколения. И даже подбитый Эррен где-то там очухиваются, чтобы прийти на помощь другу. Остальные, кстати, тоже пытаются помочь. Но этот здоровяк, вот так совпадение, оказывается бронированным. Эррена заглатывают, и тут нам решают показать богатый внутренний мир Титана. Внутри главгерой осознает то, что у него, что бы ни случилось, все равно есть два выхода. Вот только его это нихера не радует. Я знаю, это сложно поверить, но у жердяя, проглотившего Эррена, случается несварение. Его начинают штормить и пучить. Ну а далее происходит это. Нежданно-негаданно Эррен переродился в Титана. Ответы на вопросы как, почему и какого хрена будут во второй части. Ну а пока нас ждет финальный замес. Размотав добрую часть Титанов, Эррен топает к Микасе, чтобы закосплеить Кинг-Конга. И на этом его боевой запал кончается. Монстр начинает испаряться, и командор Солота приказывает вскрыть Титану шею. А там сюрприз, живой здоровый главгерой. Значит, вот почему шею слабое вместо Титанов. Как я говорил ранее, я не смотрел аниме. Но даже с моим незамыленным взглядом можно прийти к выводу, что фильм плох. Безусловно, то, что мы видели сегодня, это только половина картины. И, возможно, вторая часть сможет реабилитироваться и подарит нам охеренный финал истории. Но пока фильм не цепляет. Да, это довольно неплохой мясистый трэш с мерзкими титанами и пусть дешевыми, но зрелищными боевыми сценами. Вот только, я думаю, от экранизации манги зрители ждали немного другое. Полноценную оценку фильма можно будет сделать после просмотра второй части. Поэтому, если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно ставьте лайк и напишите комментарий в поддержку ролика. Также вы можете вступить в группу ВК Инстаграма. Все ссылки в описании. Смотрите хорошее кино. И всем пока!